Забия Адель Гиреевна родилась в 1929 году в селе Байрамаулы Республики Дагестан. Тяжести войны она встретила в 12 лет. В то время работала на бетонном заводе в Хиргизской ССР и в колхозе Максима Горького. В силу своего возраста многое не помню, но рассказываю, что в основном у нее всегда была работа связанная, ну мужская, то что все было очень тяжело, где мужчина там и она работала с мужиками. Я кухоньку одела, рёбком завернула сюда топор, лес, огород делала, участки не было. Забия Адель Гиреевна – ветеран труда России. За свой добросовестный труд не раз была представлена к наградам. Нефтьюганск переехала недавно, не только поближе к семье, но и за проблем со здоровьем. Местные врачи оказали своевременную и квалифицированную помощь. В городе ее встретили тепло. Сейчас труженица тыла чувствует себя хорошо, отмечает, что в своем роду она не одна долгожитель. У меня бабушка тоже сто летела, там уезжала, в Кридизе. Тех поколений люди все крепкие, они закаленные, как мы сейчас, комфортно все. Поздравить ветерана с днем рождения приехали сотрудники администрации, представители команды Югры и городской совет ветеранов войны и труда. Теплые слова передали от губернатора региона Наталье Комаровой. Мы сегодня такой большой компанией пришли поздравить ее, пожелали ей здоровья, счастья и успехов в ее сейчас уже 95-летнем возрасте. Очень замечательно выглядит, позитивная, активная, приятно с ней общаться, очень добрая. И пускай вот этот очаг весь домашний продлит ее долгие годы жизни, пускай как минимум до 100 лет. Забия Адельгиреевна принимает поздравления не только от официальных лиц города, но и от своих родных. Она окружена заботой любящей семьи, в составе которой двое сыновей, четверо внуков и семь правнуков. Ангелина Кагальникова, Евгений Трифилов, телерадио компания «Юганск». Распоминания у меня о детстве.